так теперь смотрим сюда значит и повторяюсь я все еще думаю вот только навеяло вот это письмо сегодня пришло от миссии хоза как-то сразу не увязал только при вас увязал что это реакция на фильм все-таки не в шутка я обращался с президентом со страшными обвинениями 1 процент от моих обвинений это надо без сухо смесь снимать с работы отправили туда оттуда хозяин ответ еще воды пройдут один из бедствий которые я обвиняю на и миссии хоза о том что есть существует профилактическое опрыскивание вот нормально в саду существует практически равновесие в отдельные годы дико судите обратите внимание тут видите здесь можно коровку я одинил это сфотографировал ради неё отдельные годы существует взрывное размножение божих коров почему вдруг там на небе дают команду а практически это происходит даже без команды то есть благоприятные условия и божьих коровок невиданных я помню церковь нашу сизинскую облепленную божьими коровками как мне было зайти в этот самый церковь я шел прям по коровкам я когда они у меня под ногами трещали как я их не не разгонял как я их не это не 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 расшугивал самодельным веником вы представляете вот это был год а другой вот их нет а значит напасть есть но поступает команда профилактическое опрыскивание и тогда я выбрал момент есть такой момент вот он засветает только в этот момент у них полная это называется симбиоз божьими коровками давайте заглянем вот сюда вот вот фотографии до второго года пусть второй раз не удивляйтесь пожалуйста вот они и вот эта самая первая фотография и вот и заметьте ни одна фотография не повторяется видите внимание божья коровка видели божью коровку видели видели какое к черту профилактическое опрыскивание по уничтожению главных защитников от ли видели 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 а это видели а вот она божья коровка а вот она еще а вот еще это все одно дерево еще вот а сейчас увидите божью коровку а вот это все не божья коровка ну пусть плохо видно но вот она а вот это 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 вот это красота какая и вы знаете что получилось дерево молодое все до единого ветки на концах их находятся цветы вот это я потому что я вам еще буду продолжать эту тему потому что есть странные люди я последнее время уже боюсь материться но это странные люди которые говорят отрезаем приросты последнего года а зачем они плодоносят приросты 2-3 года то есть у которой появились 23 года назад и требует вот это все отрезать они их советы идут на свои посады они кончали институты университеты они могут просто начитаны но они никогда не видели засветающее дерево они никогда не видели больше корок случайно там за пазуху залетела они никогда не видели нормальных садов подчеркну нормальных потому что сады есть еще и полезные сады таких большинство в россии я пересечку 15 показал все до единой какое опрыскивание но как сделать так чтобы послушали меня а не их возвращаемся вот это вот так сказать мы вернулись опрыскивание профилактическое калечить деревья калечить почву калечит уничтожать червей а потом и нас людей прекратите нас уничтожать вот и тема это рядом вы видите что у нас где вот секунда же эти ещё раз на концах на концах на концах на концах в концах на концах на концах на концах вот и чего это говорю я это другая тема я всему говорю я говорю о том что я специально подобрал 2 фотографии. Это груша. У неё даже имеется сварок. Где цветут? Она уже засвела. Где цветут на концах? Не сметьте, не трогайте, не подходите. А это, знаете, что? Это знаменитая канадская мелба. Ред Мелба. Вот она. Вы посмотрите внимательно. Посмотрите, где цветы. И вот эти странные люди учат а я ещё ниже покажу этих странных людей. Учат уничтожать плодородие почвы. Потому что что последовало за этим обрезкой? Ходит вокруг чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Потом дерево заболело, потом на него набросились насекомые и давай яды. Эту связь не прослеживает никто. Прошло несколько лет. Надо было повторить. Простите меня. И вот появляется вот такое вот чудо. Человек-филолог, который не вырастил ни одного дерева. Так. Вот. Нахапал, надёргав отовсюду. Обрезка деревьев абсолютно необходимый приём. Нет бы написать вынужденный приём в редких отдельных случаях. Нет. Вот. Формируем крепкую крону. Какая крепкая? После этой обрезки крона становится хрупкой и подлежит этому уничтожению с помощью урагана. Тяжёлого снега. Какая крепкая? Что ты понимаешь в этом? Ты выросли хоть одно дерево. Видите? Тяжесть обильного урожая. Искалечил дерево. Какое обильное урожай? И да, обильное бывает, но при смёртной. При обрезке внутренней ветки получает достаточно солнечного света. А зачем внутренним веткам достаточно солнечного света? Вы думали об этом? Они в своём роде прекращают. Два-три года. Ничего ты год смотришь. Пустые ветки, голые, как коленки. Вот. Абрикосов особенно. И у яблони, груш. Всё, там внутри уже ничего плодоносить не может. Нет, взял, осветил половину веток, вырезал, сделал прозрачную крону. Чего ты добилась? Ещё раз, это войдёт в учебнике. Любая обрезка, это и Платонова, которая вот на фото, любая обрезка, вот странно звучит, любая обрезка загущает деревья, загущает крону. Любая обрезка загущает крону. Примерно так. Стоило отрезать ветку, получишь 3-4. Ещё, причём не важно, укорачиваешь, как одни считают, вот, режешь на кольцо, и всё, расцветки нету. И теперь загущение, то есть, осветление навсегда. Враньё, ребята. Понимаете, человек, который видел сто тысяч раз и уже фотографии сто тысяч сделал. Загущение. И вот, если бы, понимаете, было бы написано, обрезка деревьев приводит загущение. Не было бы этой страницы, не было бы следующей страницы, а в конечном итоге не было бы книги, не было бы серебряников. Платонова. Это серебряники, это не деньги. Ты же учишь людей калечить. Правильно обрезая деревья, мы приводим её в ювенальное состояние. Она думает, ты сама это слово знает? Вы сейчас раз будет, скажи, что такое ювенальное, она скажет, я что-то слышал и забыл. В детство возвращает. Ага. Омолаживаем. Вот как раз получишь вот эти вот, вот так вот режем, вот так вот волшков куча. Да, омолаживаем. А потом, ой, волшки, давай их уничтожать. Дальше читать? Обрезая деревья, мы повышаем урожайность. Скажите мне, пожалуйста, как обрезать это дерево и улучшить урожайность? Я вот же, у меня таких деревьев сотни. Я хожу вокруг них и думаю, как это дерево уничтожает часть кроны, причём она подробно, там много веток пересекающихся, растущих вниз, растущих внутрь, она всё это перечисляет. Как можно поднять урожайность? Плодовую ветку отрезала, получила ювенальное, она-то, слово, даже смысл не знает. Ювенальное, это значит, что теперь на этом дереве из ничего, то есть, уже не из почек, почки уже дерево взросло, почки уже зарасходованы, из клеток появляются вот такие переросты, вертикальные, почти вертикальные, а они заплодоносят в среднем на третий год. Как ты повысила урожайность? Ну, ну, как? Ну, что ты лезешь-то, а? Филолог, куда ты влезешь? Ты, благодаря своей, этой самой, внешности, благодаря подвешенному языку, не ведая, что твоя, учишь убивать деревья. Ну, что ты творишь? И, еще раз, одна попытка была, но у женщины как-то не уменьшался, но она не смогла до ВДХ добраться. Умоляю вас, москвичи, вы до ВДХ бываете, найдите те деревья, с которыми проводились эксперименты. То есть, садили посреди лета, ничего не обрезая, в эту ямку с голыми корнями это самое, вот, издеваясь над ними. Покажите нам эти деревья, что от них стало-то? Вот прошло несколько лет, и там сейчас прекрасное, пандощащее дерево. Вот они зацвели неделю, месяц назад. А, показать кукиш. Это диван, платоновый. Вот. Как узнать правду? То, что я видел, это вызывало ужас. Следующая сценка выглядит вот так. я ничего хорошего посередине нашел, и я, знаете, почему разошелся, сказать? А вот почему. В этом году, с одной стороны, идет масса великолепных отзывов, восхищенных. Прекрасная схожесть у моих косточек. По всей России. Прекрасная. Два-три случая не в счет. Есть же понятие, что я сукручение с правил. Вот. Огромное количество, наверное, десятки тысяч сейчас взошли по всей России. Если бы вы видели, что здесь творится в моем этом, в этом, в WhatsApp. Сколько фотографий. Ужас. И все. Кстати, почему с WhatsApp они мне сюда не перекачивали, не перекопируются, я не знаю. Так вот. Значит, получается, что с одной стороны, это прекрасно. С одной стороны, Но с другой стороны, у людей по всей России большие потери в сложных деревьях. Начиная от 5-6-летнего возраста и старше. И абрикосов, и яблонь особенно. Но с яблонями особый случай. Итак, я железок считаю, что наука, ой, мельсельхоз, что вы понимаете в этом деле, наука не нашла и не искала и ничего не делала, когда по Сибири уничтожались неведомые болезни. Сотни тысяч яблонь. Мы уже себя яблонями обеспечили. Мельсельхоз, Москва. Вы знаете об этом? Что мы себя яблонями обеспечили? Вы бы видели этот рынок сайоногорский еще 20-30 лет назад. Это ужас какой-то. Вы такого рынка можете увидеть только где-нибудь в Багдаде или это, в какой-нибудь южной стране. Вот что было. Пришла болезнь. И все это начало умирать, причем быстро. Я заметил самое главное. Почему нужен с Мельсельхоза, чтобы у них есть выход в СССР информации на президента в свою очередь, чтобы принять меры срочно, чтобы на всю страну было сказано. Это болезнь подобная, это я железу. Это бактериальная болезнь. Или вирусная, или вирусная. Точнее не скажу, дальше не мое исследование. Но дерево слабеет, и я различал ослабленное дерево, искалеченное вот этим вот, вот этим вот, да, вот этими ручками нежными, вот, эти деревья были, в первую очередь погибли. А деревья, куда с фикатором не подходили, не погибли. И не погибли деревья, а их меньшинство, которые были привиты на Сибирке. Я изглазил все окрестности. У нас есть далеко Сибирке. Вот размер, даже, скажи, декали с декали. Размер, вот, это самое, как назвать, размер вот этого ногтя. Видите? Размер ногтя. Вот это декали с декорей. Это отъезжаем 5-10-20 километров в тайгу. Вдоль забора, культурными ямлами. Уже в лесу, уже, я их называю, Сибирка культуренная. Вот. Или ранеток в свое время было много, они тоже, птицы их разнесли, и получилось что-то среднее между дикими, одичавшими ранетками и культурными сибирками. То есть, плоды уже вот такие вот. Не как-то, а вот такие вот. Вот до такого вот, как на большом пальце. Посмотрите, внимательно, такие размеры. Да? И они не болеют ни одна. 100, 200, 300 обследовал. Ни одна. А тут же за забором стоят мертвые деревья. Весь хутор вымерли, вымерли эти деревья. И все искалечили прививками. Майна, все искалечили прививками. Черебушки, все. Абакан весь. Там сейчас на рынке осенью будут продавать только вот эти животы. Кое-где усилели ранетки. И то, это, одичавши. Вот это вот надо знать. А для этого нужно менять технологии. Вот видите? Хороший человек, наверное, да? Вот он продает саженцы. Надо отказаться от этих страшных штампов, что их делают специально. Вы купите мощное дерево и заплатите в 20 раза больше, чем если бы он был, допустим, высотой полметра, метр. Да, сейчас можно купить и вот так отрезать половину. И уже шансов будет больше. Ну, тут-то уже, до вас уже будет прекрасные ветки боковые отрезаны. Я не слепой, ребята. Я не слепой. Ну-ка, приглядитесь. Вы думаете, здесь не было веток? Ладно. Ой, может, правда, это отдельный, может, брат Юрий Владимирович, может, правда, вот это взять и открытое письмо еще одно. Вот, пока еще одно продолжается. Потом, может, я сменю тему или тон. Вот. И вот это получается, что это абсолютно негодные деревья. Им тяжело на такую высоту поднимать сок. Тяжело. Они должны быть призимистые. Я уже сто раз их показывал, все это мне фотографии показывал. Ничего не меняется. Это продажные саженцы ради того, чтобы их купили. Во, какие мощные! Ко мне приезжали позавчера, а я фильм снимал. А, он сейчас только вышел, увидите. Только сейчас у меня на канале появился фильм с моими гостями. Там начинается, что книгу держат руках мою. Уудрились купить книгу за полторы тысячи. Чего я сам не ожидал. И вот они мне говорят, а они приехали не ко мне, а к Сергею. Сергея нет, а на улице жара я бы мог выкопать пару саженцев. Я категорически отказался. Я не халтурщик. Вот. Ну, книгу, правда, подсунул. Что они сказали мне в разговоре? А у вас нет пятилетних саженцев. Это и есть в фильме, увидите. Я их не подначил, я их не настраивал. Что, можно говорить, что нельзя. Это и есть в фильме. Вот это страшно. И вот погоня за этими саженцами, чтобы он был высотой 2-3 метра, и плевать, что сюда сок не поднимется. А потом у тебя говорят, он в горшках. Он в горшках, он в горшках, да. И вознимают его из горшка. И действительно великолепный ком. А что было дальше сказать? А вы знаете, друзья, мне почему-то кажется, что я сейчас с Минсельхозом разговариваю. Юра, брат, может быть, переделаем ему то же самое. Открытое письмо Путину. А если не будет слово Путина, никто внимания не обратит. Серия номер 2. И вот это, что я сейчас говорю, показать. Что он сейчас будет делать? я не хотел этого с ним, вообще не хотел этого показывать. Знаете, почему показал? Он взял лезвие в секатор и начал вот так делать. Смотрите. Р-р-р. Резать эти. Видели? Хороший мужик, наверное. Ну, чёрт ты, ты это делаешь-то, а? И вот, когда он это делал, начали отваливаться куски этого самого кони. И он, шерсть дыма, дыма, ты чё? Прямо отваливались куски. Вот он раз в четыре раза, два, три, четыре. И куски этого самого, отрезанные куски. Да что всё делать-то? Это называется он его пробуждает. Ещё одно кино. Вот, вы знаете, он их таким ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля тихо, отрезал. зачем ветка зачем тебе не угодил если ты считаешь что она под острым углом и она может обломиться ну давай я в тебе советую где-то там кто-то там сегодня перечислим 9 работ которые рекомендую уж это порекомендовал то дерево скрыть ты мог вот здесь увидеть почку а еще лучше две почки а там отрезать ветка становится второстепенной сейчас она несет одну из главных нагрузок на ней будет несколько пойдут годы несколько ведер плодов огромная тяжесть ну когда ты две почки оставишь вот вот эту или вот чуть выше я сейчас специально не плохо видно вот вот здесь вот здесь вот здесь если ты отрежешь под эту пойду выше этой почки или уже это вот она станет одной из десятков она никогда вот это не уже не обломится зачем ты искалечил дерево сюда придет мороз и вот это место перемерзли целиком какой-то учитель нахер опять я начал материться вот эти раны тоже это как бы в самом деле это как знаете дерево меня это вырастает из старых коры а кора лопается что придумали придумали так называемого раздавали сверху донишь за ножом да так глубоко мол лопаться не будет допустим его пасть это нормальный процесс она успеваете лопнуть и зажить и дерево продолжает свою жизнь вот самый страшный у меня это сам черешня вот такой раной было разорвало напрочь казалось бы ей была смерть но на привитовике ниже ниже это сибирская штаба вишня название моё по самому произношу да а вот это вот вот это черешня нежная южная а вы знаете что она сейчас жива это был прошлый год апрель годом доме раньше это была зияющая рана и если бы я ее лечил ёбы сейчас мы это раны боги не было почему не было потому что вылечил кипонушу спилил бы мертвое дерево в таких случаях ребята естественно рады это один из моих постулатов не трогать ничем никогда а это доказать что у меня в сибири южная совершенно южное дерево черешня привитое но уже не первое поколение тут тут сложнее тут извините где-то дубльская премия уже по мне плачет потому что уже уже и черешня не замерзла а я потом покажу черешни и покажу какие у них пределы морозостойкости вы упадете со стульев а вот она до 40 до искалечилась но прошли годы ей порядка 20 лет нет 15 лет а она плодоносит и сейчас на ней плоды комиссия приезжайте через месяц я буду угощать а прошлогодние вы видели фильмы помните девочка собирает там птицы куриют черешни падают а на косточке собирается баночку чтобы вам же и продать куриют